Кана-Кана. Алексей, как вы относитесь к другим способам мирного сопротивления, а в плюс к митингам? От самолетиков до забастовок? Я считаю, что любые способы сопротивления хороши. У меня нет никакого иронического отношения к самолетикам, к белым лентам, к любым вещам. Это все очень правильно. Просто главное, что нужно сделать, это приходить на массовые мероприятия. Забастовки — это следующая форма, но она уже требует других форматов подготовки. И сложно даже вспомнить, когда в России последний раз была политическая забастовка. В начале 90-х была же попытка устроить политическую забастовку именно водителям, дальнобойщикам, когда вводили систему Платона, вы видите, и это почти получилось. Но потом Кремлю удалось довольно грамотно обмануть, подкупить этих лидеров-дальнобойщиков или самоназначить каких-то лидеров, которые постепенно убедили остальное свое сообщество, что не нужно нам политизировать, не нужно нам никакие забастовки объявлять. Давайте постепенно все решится. И оно, естественно, не решилось. Система Платона есть, и цены в систему Платона будут расти, и люди по-прежнему будут платить. Поэтому забастовки на этом этапе массовым выглядят как довольно сложное политическое действие, которого в России в последнее время не было. Но митинги, конечно, очень важны. Я ко всем форумам протеста отношусь хорошо. Я отношусь плохо к тому, что люди сидят и убеждают себя, что все невозможно, что Россия всегда будет какая-то ужасная кошмарная. Опять же, посмотрите на Армению. Вот уж там казалось, вообще просто пробить ничего нельзя. Там-то страна реально все время на грани войны. И там реально Турция, которую армяне считают враждебным государством. И наоборот, соответственно, Азербайджан, с которым крайне напряженные отношения. И этим, естественно, политики пользовались для того, чтобы говорить, какая демократия. У нас завтра война. И даже там это случается. Поэтому и в России, конечно, все произойдет. Так, Инфернио оверкилл. Сами они мрази, мы ничего не боимся. Вот это правильный подход. Естественно, а что бояться? На самом деле, даже если, ну уж так, совсем цинично говорить, там, математически оценить вероятность попасть в какие-то неприятности на митингах, они крайне малы. Вы, опасность выйти из дома и попасть под машину гораздо больше, чем опасность быть задержанным на митинге, арестованным на митинге или что-то вас там побьет. Дмитрий Щепетков спрашивает, Алексей, как вы видите свой приход к президентству? Какой вариант вам кажется наиболее реальным, исходя из происходящего в настоящий момент? Ну, свой приход к президентству я вижу таким образом, что я побеждаю на выборах. Это оптимальный, нормальный и, наверное, единственно возможный способ стать президентом. Я борюсь за лидерский пост в стране, я претендую на то, что я могу сделать больше, чем другие политики, я претендую, безусловно, на то, что моя программа лучше, чем у других политиков. Я претендую на то, что я смогу договориться с другими политиками и создать правильную коалицию, которая сделает правильные вещи. Для того, чтобы стать президентом, нужно выиграть на выборах то, что происходит. Мы все время сейчас говорим про Армению, потому что она прямо сейчас происходит. То есть, конечно, избрание премьер-министром Пашиняна — это некие экстраординарные события, которые происходят в форме, ну, фактически революции, да, очень мирной, но революции. Забавно, кстати говоря, отвлекусь на секунду, там уже происходит абсолютно все мирно, к счастью. И вот сегодня такой инцидент был, пользуясь тем, что все перегорожено, управляемости какой-то нету. Была попытка ограбить банк. Какие-то люди с оружием забежали в банк, устроили стрельбу, и выяснилось, как вы думаете, кто же те самые, которые воспользовались революцией для того, чтобы ограбить банк? Полицейские. Полицейские оказались теми людьми, которые вот-вот решили сделать то, о чем нам постоянно говорят пропагандисты, что вот завтра революция, и будут бегать, грабить банки, стрелять в воздух и так далее. Ну так вот, избрали сейчас Пашиняна в ходе, изберут, я надеюсь, в ходе экстраординарных событий, но дальше это должен быть легальный процесс. Новые выборы, победа его партии или победа его коалиции на выборах в парламент, формирование нового парламентского большинства, возможно изменение конституции, если они хотят вернуться к президентской республике, или останутся парламентскую республику, но в любом случае это выборы, и только и так нужно приходить к власти. Другое дело, что добиться выборов, но вот для этого нужно выходить на улицу. Поддерживаете ли вы идею о бессрочных акциях протеста в России? Валерий Вахмин, мне спрашивают, конечно, я поддерживаю. И за последние годы была одна попытка провести бессрочную акцию протеста в России, это вы помните, было как раз ровно 6 лет назад, в мае 2012 года, все весь это купай-абай и все остальное, это была, в общем-то, бессрочная акция, ну, только кто был одним из главных ее организаторов, ну, по крайней мере, там, я не участвовал в ней, потому что все это время я просидел в спецприемнике, но инициировал-то это я, другое дело, что там потрясающие, хорошие люди подхватили, занимались этим всем, но это была попытка провести бессрочную акцию протеста. Конечно, это правильная вещь, бессрочные акции протеста побеждают. В Армении победила бессрочная акция протеста. Давайте следующий вопрос. Почему не согласились на Сахарова, спрашивает меня Настя Афанасьева. Настя Афанасьева и все остальные. Нельзя верить мэрии Москвы ни в одном слове. Никто нам никакую Сахарова не предлагал. Я сам видел этот листочник бумаги, который прислали нам из мэрии Москвы. Там вот был такой пустой лист, и в нем был просто абзац текста, предлагая вам бла-бла-бла-бла-бла Сахарова. Мы понимаем, что это ничего не стоит. Потом, в следующий раз они прислали нам какую-то такую бумажку, на которой не было ни даты, ни подписи, что тоже предлагаем вам проводить митинг у Комсомольской, то есть у площади трех вокзалов, даже не внутри Садового кольца. Я в прошлой передаче же довольно подробно об этом рассказывал и сказал вам, как есть. Всю нашу переговорную позицию я честно открыл. Будет площадка внутри Садового кольца на Сахарова, мы согласимся на нее. Но, понимаете ли, делать митинг против самодержавия, делать митинг против того, что нас считают людьми второго сорта, и проводить его на площади трех вокзалов, нет, я считаю это невозможным. Кроме того, я вам гарантирую, как это много раз было, согласились бы на площади трех вокзалов, нам бы сказали, ой, а кто вам, вам никто ничего не согласился, не согласовал, это же была просто бумажка там без подписи, поэтому нет, мы вам в Марина, в Марина и в Щукино мы вам согласились, согласились, согласовали каждый раз перед каждым митингом. Ребята, ну не давайте себя обмануть, не будьте олухами тоже, извините за такое выражение, одно и то же. Паттерн их поведения одно и то же. Мы заявляем, они предлагают нам идти в Марина, потом они начинают бесконечные вбросы о том, что мы им предложили там, мы им согласовали сам, мы провокаторы и так далее. И вот я вам могу и так сказать нашу стратегию, она каждый раз одна и та же. Мы заявляем Тверскую улицу, мы требуем Тверскую улицу, мы считаем, что мы имеем право идти по Тверской улице, тем более, что по ней все всегда ходят, и коммунисты, и профсоюзы, и Единая Россия. Если мы не люди второго сорта, мы тоже имеем право идти. Но мы говорим, что безусловно, безусловно, если у вас есть какие-то уже прям аргументы, то тогда дайте нам другую улицу в центре. Объясните, почему? Мы все равно этим будем недовольны, и мы будем считать, что вы нарушили наши права, но мы согласуем с вами другую улицу в центре. Каждый раз это происходит, каждый раз они полоскают вам мозги про какие-то другие места, долгое вот это все возня, для того, чтобы просто вас дезориентировать и сделать так, чтобы вы, Настя, писали мне эти вопросы. Так, Виктор Лугаев, на митинге нужно провести референдум, во всех городах будет показательно. Но это уже сложнее, потому что особенно в тех местах, где митинги незаконно запрещены, референдум, а именно формальная процедура с бумажками, с подписями, с подписными листами, с листами регистрации, ее провести, конечно, очень сложно. Алексей Шпагин, Путин пригонит Росгвардию с дубинками, что с ними делать? Андрей Шпагин, Андрей, ничего не надо делать, они пригоняют ее каждый раз, эту Росгвардию. Ну и что? Ну выходите, у вас нет задачи биться с Росгвардией. Ваша задача выйти так, чтобы вас, нас было больше, чем Росгвардии. Выйти для того, чтобы Путин, его конкретные Росгвардейцы и все остальные увидели, что есть такой в России Андрей Шпагин, который не боится, который выходит и который не даст дальше свою страну опускать на дно. В этом и цель. Это самое главное, туда выйти в замечательном, приподнятом настроении, даже если будет плохая погода. К сожалению, я видел прогноз, на 5 мая обещают, что чуть ли не ливень. Окей, нам наша страна дороже, чем мокрая одежда, поэтому и под ливень надо выйти. Но я надеюсь, все равно будет теплая погода. Нужно выйти и нужно там находиться. Всегда митинг, и когда он запрещенный, это некое странное действие. Ну, меня довольно часто сразу вначале забирают, все остальные стоят, не очень понимают, что надо делать. И тут нужно просто расслабиться и понимать, что вы уже выполнили самое главное. Вы пришли и стали честным и смелым человеком. Вот я свои митинги, первые митинги, в которых я участвовал, еще там Россия была совсем другая, 2001-2002 год, 2003-й митинги в защиту НТВ. Классно. Я их вспоминаю. Это правильное дело, которое я делал тогда. Я вообще не думал, что я буду постоянно заниматься политикой. Я только вступил в партию Яблоко. У меня была машина, мне говорили, а можешь там какие-то флаги привезти? Я говорю, давайте я привезу флаги. Я вез эти флаги, там кому-то их раздавал. Я просто стоял. Это было довольно странно и непонятно. Какие-то странные люди говорят со сцены, а у нас и сцены никакой не будет. Но я чувствовал и до сих пор чувствую, и я горжусь тем, что тогда я делал правильное дело. Вот кто-то тогда не пошел, из-за них это все и случилось. И Путин сожрал все средства массовой информации. Это стало первым шагом к его авторитарной диктатуре из-за тех, кто тогда на митинги не пошел. А я пошел. И я в этом не виноват в том, что сейчас происходит. И я как гражданин, как человек делал тогда все правильно с точки зрения своей гражданской позиции. И я этим горжусь. И буду всегда гордиться. И детям своим это расскажу, и внукам расскажу. И перед вами, как видите, могу похвастаться, что я действовал тогда правильно. Вот и все должны так действовать. И вы, Андрей, должны так действовать, чтобы просто саму себе, бабушке или внуку, и кому угодно сказать. А я действовал правильно. Константин Корнаух. Алексей, что должно произойти, чтобы на улице вышел хотя бы миллион. Выйти. Константин, должны мы с вами выйти первые. А потом на нас посмотрят все остальные. И прибегут. Ну, как вот, опять же, извините, в миллионный раз, повторяюсь, в Армении. Как было в России в конце 80-х годов. Вот расстояние между 20-ю диссидентами, про которых все говорили, они городские сумасшедшие, стоят какие-то мужики в драных пальто и в пыжиковых шапках с плакатиками, до митинга 800 тысяч человек, оно же было очень небольшое. Просто существует какой-то переломный момент. Когда много людей выходит, вот она власть сразу пугается и сдается, потому что она не понимает народ против нее. В России десятки миллионов людей против Путина. Просто нужно с ней их убеждать, нужно с ними работать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...